День за днём множество событий, но нас интересует главное, то что касается каждого, ток-шоу, главная тема. Гомельская область – крупнейший производитель продовольственных и промышленных товаров в Беларуси, значительная часть которых идёт на экспорт и, надо сказать, пользуется за рубежом особым спросом. А вот всегда ли местный покупатель голосует рублём и что на это влияет, сделано на Гомельщине, сегодня это главная тема. Мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Александр Качан. Александр Васильевич, рад видеть. Генеральный директор предприятия Гомель-Облпром Андрей Демидовец. Андрей Васильевич, здравствуйте. Заместитель генерального директора Открытого акционерного общества, управляющая компанией холдинга «Гомельская мясомолочная компания» Андрей Зинуков. Андрей Казимирович, добро пожаловать. И проректор по научной работе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, кандидат экономических наук Андрей Бобович. Андрей Павлович, добрый вечер. Итак, сделано на Гомельщине. Ух, и обширную тему сегодня выбрали. Александр Васильевич, как думаете, в 40 минут уложимся? Ну, учитывая, что тема, да, обширная, на самом деле, сегодняшний день Гомельская область занимает пятую часть от объемов промышленной продукции, производимой в республике. У нас на территории действует более 1300 предприятий, 200 из которых это крупные и средние предприятия, большой спектр производимой продукции, различные группы. Ну, здесь мы, это сырьевые товары и потребительские товары. Если говорить по непродовольственным товарам, то есть те промышленные товары, которые мы используем, это, конечно же, и одежда, у нас и химические товары, и посуда, и много различных других. То есть при большом желании Гомельчанину можно быть в местном и одетым, и обутым, и сытым? Практически, да. Особенно то, что касается сытых, да. У нас очень развита именно пищевая промышленность, то есть те продукты питания, которые мы выращиваем, мы способны прокормить не только себя, но и значительный объем. У нас идет именно, как вы озвучили, это поставляется на экспорт. Ну, учитывая, что у нас хороший состав здесь в студии, я думаю, что мы дискуссию выстроим достаточно интересно. Предлагаю сегодня сконцентрироваться на продовольственной группе товаров. Уважаемые гости, как же понять, всего ли хватает жителям области из того, что производит Гомельская область? В среднем такую статистику приведу, что около 70% загрузка мощностей в целом по кругу предприятий, которые курирует наша организация. Значит, и этот резерв, он в принципе служит для того, чтобы в определенные изменения конъюнктуры рынка, да, мы могли там либо больше произвести там на внутренний рынок, да, возникает спрос, там, либо на экспорт. Но достаточно по группе товаров, которые представлены нашим предприятием, это кондитерская отрасль, алкогольная, консервная, масложировая, да, ну и солевая. Все знают, на территории области находится уникальное предприятие для всей республики, там, узор соль. Значит, все эти предприятия, то есть достаточно обширно представлены сегодня на полках практически всех торговых сетей. Торговых объектов, как Гомельской области, так и за рубежом. Да, так и в целом республике, и в том числе и за рубежом. Андрей Казимирович, подключайтесь к разговору. Как же определить, всего ли хватает потребителям Гомельской области? Ну, я, наверное, наглядно скажу, что мы производим, наше предприятие, входящее в холдинг, Гомельская мясомолочная компания производит, наверное, в два с половиной раза больше молочной продукции и раза в полтора больше колбасных изделий, мясной продукции, чем просто вот могут съесть наши с вами общие жители Гомельской области. Поэтому рынок Гомельской области и республики для нас стабильно приоритетны. Гомельская область – это вообще родное. Все, что сверх этого, мы экспортируем. Импортозамещение или же упор на уникальность? Александр Иосифович, как по-вашему? Более 80% реализуемых продовольственных товаров – это, в принципе, все наши товары. То есть здесь нам удается, наверное, замещать продукт. Что-то мы дополняем – это, в первую очередь, конечно, товары критического импорта. Есть та продукция, которую мы должны завозить. По непродовольственной – это более, конечно, 50% нашей продукции идет, но мы по-прежнему много импортируем. Поэтому на сегодняшний день от импорта мы уйти не сможем, в любом случае, где-то по отдельным позициям. Ну, это чистая экономика производства. Андрей Васильевич, в любом случае, я так понимаю, себя снабдим с лихвой. И все-таки одна из самых главных задач – экспорт, который приносит валюту в страну. Как оцениваете позиции предприятий региона в этом плане? Есть предприятия, которые действительно были на импортозамещение. Те же, допустим, кондитерские наши фабрики, которые сегодня… Мы заводим какао-бобы, вместо того, чтобы ввести шоколад готовый, мы стараемся сами сделать качественный и недорогой продукт. И делаем это успешно. И вместе с тем, есть предприятия, которые, наоборот, ориентированы на экспорт. Та же Музырсоль, доля потребления нашего, Республики Беларусь, всего производства, которое выпускает соли на предприятии, порядка 15%. Да, остальное все идет на экспорт. Я сейчас попрошу вывести на экран карту поставок мясомолочной продукции Гомельщина. Если не ошибаюсь, около 70% продукции отрасли реализуются на экспорт. Абсолютно верно. По некоторым группам до 95%. Здесь указано за такой серьезный срез, лет за 5, наверное. В этом году у нас поставки, активные поставки, не считая разовых каких-то, это 17 стран мира. Знаете, у меня вопрос вот какой. Неужели настолько востребована мясомолочная продукция Гомельщины на рынках Турции, Эмират и США? Да. Она конкурентна. Это знак того, что мы работаем стабильно, увеличивая экспорт наш как в страновом, так и в суммовом выражении. Это то, что мы работаем там, где нам выгодно и где выгодно работать с нами. Нас ценят больше за качество или все-таки это то самое соотношение цена-качество? Некачественная продукция не продается на мировых рынках. Давайте вот сразу это отметим. Мы конкурентны. Мы конкурентны по качеству, мы можем конкурировать по цене. Около 90% это рынок России и соседних государств. То есть, чтобы зрители понимали, не так уже много в Турцию уходит мясомолочная продукция. Рынок России у нас занимает порядка 80%. По некоторым позициям это гораздо меньше. Беларусь является очень крупным мировым экспортером молочной продукции и стабильно входит в пятерку. По некоторым группам мы занимаем третье, четвертое место, как, например, по сыру. И это на мировой арене? На мировой арене. Понятно, что дешевая соль на дальние расстояния нецелесообразно вести сегодня. А вот говорить о шоколаде, который мы, допустим, я скажу так, что довозим и до США, и до Канады, и до Китая, как бы, естественно, логистика там работает таким образом, что такого существенного влияния на конечную цену не является. Там больше приоритет уже, конечно, будет в качестве товара и в его, скажем так, нашем бренде. Тогда не совсем понятно, почему зачастую продукция, которую возят в страну за те же тысячи километров, зачастую чуть дешевле той, которую делают для гомельчан здесь же, в Гомельской области. Ну, тут следует, скажем так, четко понимать, что зачастую продукция, которую возят у нас, это продукция, ну, не побоюсь этого слова, сомнительного качества. Потому что многие импортные производители, удешевляя продукцию, добавляя туда, ну, скажем так, более, менее качественные ингредиенты, условно говоря, которые можно заменить. Мы, как бы, тоже в своем производстве можем применять такое, но надо отметить, что в Беларуси достаточно очень сильно развита система качества вообще производства, да, продукции. Система контроля качества. И контроля качества, естественно, внедрены определенные стандарты, как мировые, и это, в свою очередь, влияет на конечную цену. Есть специализация целых государств на производстве определенной продукции, есть сезонность. К тому же, вот, вы так говорите, логистика, закладываются транспортные издержки в стоимость продукции. Зачастую, вот уже в современном развитии именно логистики, это бывают проценты, просто маленькие проценты, которые морские перевозки, водные, все вообще речные, они очень дешевые. Даже авиационные уже перевозки сейчас просто находят попутные грузы и так далее, которые, ну, цена незначительно удорожает эту продукцию. Поэтому здесь, как нам нужно научиться этим пользоваться и уметь пользоваться, поскольку все мы прекрасно понимаем о том, что нам удобно, например, сельскохозяйственную нашу выращенную здесь продукцию весной экспортировать. На рынках где-то заканчивается, особенно то, что касается в России. Мы выращиваем в достаточном объеме и у нас есть хранилище, которые позволяют нам сохранить. И мы можем ее за очень хорошую цену поставлять. Ее покупают в той же Российской Федерации, в тех регионах, где нет возможности выращивать эту продукцию и своей недостаточно. Ну, обратная ситуация на тех же, будет на фруктах, когда мы покупаем польское яблоко, которое дешевле. Потому что у нас только это все сейчас развивается и мы еще, наверное, не можем в таких объемах производить. И за эту цену качественно калиброванное яблоко, которое мы закупаем по импорту в той же Польше. И еще о качестве продукции на прилавках региона. Слово эксперту программы, начальнику Гомельской областной инспекции госстандарта Игорю Цыганкову. Говоря о деятельности Гомельской областной инспекции, как понимаю, главная задача – очистить рынок от некачественного. Абсолютно верно. И хотел сказать, что потребитель сталкивается с элементами недобросовестной конкуренции. Как ведется контрольная деятельность областной инспекции? Если говорить о качестве продуктов на прилавках наших магазинов, чаще фиксируете нарушения у местных или у зарубежных производителей? Ну, да, продовольственный прилавок тоже является элементом надзора для инспекции. Значит, контролируется отечественный продукт и импортный продукт. Отечественный продукт, он нам знаком изнутри, можно так сказать. Надзорные функции осуществляются, как и на самом предприятии изготовители. То есть мы знаем процесс изготовления, это от поступления сырья до контроля на выходе продукта, готового уже продукта. Тем не менее, единичные случаи встречаются, но это как в порядке исключения, скажем. Что касается продукта, производимого за пределами республики, ну, здесь проблема есть. Здесь есть серьезная проблема. И вот поднимался вопрос, почему продукт, привезенный издалека, дешевле, чем тот, который произведенный здесь. Секрет кроется в составе продукта. То есть маркируется данный продукт одним составом, на самом деле там совсем другое, что даже не позволяет назвать этот продукт, за который он выдается. Часто такие нарушения фиксируют здесь, в Гомельской области? И по каким группам товаров? Довольно часто. Могу разбить на несколько групп. Это группа молочной продукции, значит, начиная от заниженного процентного содержания жира до использования растительных жиров. Позволю добавить себе, килограмм масла на мировом рынке стоит не менее 5 долларов. Килограмм недорогого пальмового жира стоит, к примеру, доллар. Логистика, о которой мы с вами говорили, из Юго-Восточной Азии составит не более 50 центов. Не более 50 центов. Вот и смотрите затраты, вот и смотрите, почему некоторые продукты могут быть на полке неадекватно, дешево. Молочный продукт называется молочным, но вместе с тем в составе молочного жира такое количество, которое не позволяет вообще назвать молочным этот продукт. И тем не менее наши покупатели в магазине тянутся как раз таки за более дешево. Подкупаясь, да, подкупаясь на стоимость товара. Как часто такие нарушения фиксируете и пресекаете? В порядке 60% продукции, в 60% случаях, когда госнадзор обращает внимание на эту продукцию, выявляются несоответствия. Несоответствия и в большинстве случаев это скрытого характера. То есть это производитель еще на стадии производства заложил вот эти вот... Предлагаю услышать мнение гомельчан в тему разговора. Итак, как вы оцениваете продовольственные товары, произведенные здесь, на Гомельчине? Внимание на экран. Ваши отношения к товарам, произведенным на Гомельчине? Ну, шоколадки я люблю. Спартак особенно. Я вообще считаю, что наши продукты белорусские, они лучше всех. Как бы вот это все, что везется с Украиной, да, с Россией, оно, конечно, может быть где-то вкуснее, где-то лучше, но согласимся, что свое роднее, да. Поэтому... Купляйте белорусское. Положительно. Надо поддерживать нашего производителя, правильно? Выполнение денег в бюджет нашей области. Хорошее качество. Пробовали, вкусно очень. По цене тот же самый лучший. Мы покупаем все, молочные продукты, мясные покупаем, внуков кормим, сами едим. И шоколад покупаем внукам. Нормально относимся. Честно говоря, мне очень нравится. Так как приезжий человек, как бы я вот живу в Украине, приехал сюда в командировку, скажем так. И мне вот действительно очень нравится. Действительно очень вкусная продукция, от которой я просто в восторге. Ну, как бы, к сожалению, у нас относятся к этому менее халатно, ну, в смысле более халатно. Вот мне очень, правда, нравится. Очень вкусно и замечательно. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Итак, уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Андрей Васильевич, ну, как-то так все гладко, достаточно, все оценки высокие. Класс поставили гомельчане. Дело в том, что, конечно, отдать должное сегодня выстроенной системе в целом стране, которая действительно позволяет производителям делать продукцию высокого качества. И она уже давно зарекомендовала себя не только у нас в республике, но и за границей. Но сегодня нам есть еще над чем работать. И это касается не только качества продукции, это умение ее преподнести на этой полке магазина, да, работе наших маркетинговых служб. Это работа над, скажем так, экономикой производства, да, чтобы удешевить и сделать этот качественный продукт более доступным для нашего населения. Об этом еще поговорим. Андрей Павлович, подключайтесь к разговору. И все-таки, откровенно говоря, хотя никак не влияли на мнение гомельчан, мы частенько критикуем своих производителей. Это такой парадокс. Сами критикуем, а вот в соседних государствах продукция и Гомельской области, и под брендом «Сделано в Беларуси» расходятся как горячие пирожки. Есть объяснение у вас этому парадоксу? Ну, конечно, мы всегда, как местные жители, будем искать что-то для улучшения своей собственной продукции. И это нормально? И это нормально. Вот. Иностранные же покупатели, когда оценивают свою продукцию, сравнивают ее с продукцией, произведенной на Гомельской, в Гомельской области, они, конечно, дают более высокую оценку нашей продукции. Мы уже к ней привыкли. Нам кажется, что еще где-то что-то можно улучшить, но самое главное – снести немножко цену. И мы тогда будем ее покупать. То есть это ментально? Конечно. Нам кажется, что вот что-то лучшее, что-то хорошее где-то далеко, хотя бы за сотню тысячу километров? Однозначно. Потому что могу привести пример, да, по нашей всем известной рогачевской сгущенке, которая является брендом, наверное, еще Советского Союза. И сегодня ее знают по всему, не только Советскому Союзу, бывшему в странах, но и дальнем зарубежье. И ее сегодня и подделывают в том числе. Это ли не показатель большой любви, Андрей Казимович? Начну с того, что у нас в семье покупают молочные и местные продукты Гомельской области. Это понятно. И на сувениры я часто, вы знаете, уже перестал задумываться. Ну, чем удивить друзей в других государствах? Вот и берешь свое. А они и просят наверняка. Сначала пробуют, а в дальнейшем уже и просят. По факту того, что подделывают лучших, это всегда так. У нас не было года, чтобы не было большого скандала с каким-нибудь подпольным производителем или каким-нибудь серьезным производителем в другом государстве, который пытается сделать сгущенку рогачевскую. В этом году лично мне уже присылали фотографии масла мелковитого, реализуемое в ближнем зарубежье, в Украине, в России, с орфографическими ошибками часто. Конечно, там не из молочного жира абсолютно сделано. За год я могу сказать, что пытались подделывать все предприятия нашего холдинга, как и Калинковичский молочный, как Мозырский, даже Октябрьский. Небольшой, очень такой консервативный традиционный завод. И то, выйдя на внешний рынок Российской Федерации уже с готовыми продуктами, и то его уже в этом году пытались подделывать. Жабловская Татьяна, но я в качестве поддержки молочной продукции Гомельской области хочу подтвердить, что выбирают молочную продукцию не только взрослые мамы и родители, но в частности и дети. У меня была такая ситуация, я однажды в магазине просто потянулась рука за сырком, не посмотрела, чье производство, купила, принесла домой, и мой трехлетний ребенок попробовал, сказал, мама, что ты за гадость купила. Я посмотрела, это была действительно продукция Российской Федерации. Поэтому не в обиду будет сказано, все-таки наша гомельская продукция намного лучше. Хочу тоже отметить по поводу контрафакта, скажем так, попытки подделать нашу продукцию. Мы даже когда поставляли шоколад в Китай, то есть мы потом нашли такую же шоколадку, сделали китайцами подделанную, только не 100-граммовую, а 200-граммовую, там тоже с археографическими ошибками. Для нас это было как-то знак качества, мы делаем, если нас уже в Китае подделывают, то есть это что-то стоит. Ну то есть оно, с одной стороны, приятно, но я так понимаю, что водяные знаки наносить не будете? На сырые и на иные брендовые продукты мы наносим контрольные знаки, которые как раз и позволяют нам в судебных спорах с помощью компетентных органов, с Россельхознадзором, разбираться с этими фактами. Потому что российские проверяющие органы достаточно ведут жесткую политику к производителям некачественных продуктов питания. Здесь уже вопрос не в шутке стоит, да, нас подделали, вот мы посмеялись с коллегами и все. Вопрос стоит о выживании предприятия. Любое нарушение карается теперь в Российской Федерации, и у нас тоже карается достаточно серьезно финансовыми потерями для предприятия. Ну а сейчас самое время подключиться к разговору еще одному эксперту. Ждем в студии на Пушкино-8 заместителя генерального директора новобелецкой торговой компании Олеся Валентину Павлюкевичу. Валентина Владимировна, подключайтесь к разговору. Просто уверен, что торговые организации вряд ли будут заказывать то, что не очень продается, не очень пользуется популярностью. Так вот интересно, ваше мнение в тему разговора. Все ли произведенное здесь на Гомельщине раскупается, как горячие пирожки? Добрый день. Ну, если скажу, что вся продукция, произведенная в Гомельской области, популярна, наверное, немножко слукавлю. Но она пользуется стабильно хорошим спросом. И об этом говорят объемы реализуемой продукции. Кроме того, для того, чтобы выяснить, это популярный продукт или нет, мы в любом случае должны поставить его на полку. А потом с ним просто работать, какие-то исследования маркетинговые проводить, двигаться в цене, возможно, изучать покупательский спрос. То есть вы где-то в какой-то мере и стимулируете производителя, подсказываете, что вот за такую высокую стоимость вас не покупают. Давайте немножко подвинемся в цене. Мы работаем в тесном контакте. Хочется сказать, что это работа совместная, абсолютно. Мы, как производители, как гомельские производители, не сбрасываем все на плечи наших партнеров из торговли. Мы работаем совместно. И связь у нас обратная, постоянная. Валентина Владимировна, ну вот о качестве мы говорили очень много. Эту тему предлагаю больше не затрагивать. И все-таки по каким позициям предприятия региона все еще не дорабатывают? Это упаковка, может быть, работа по продвижению своего бренда, либо что-то еще? Ну, не дорабатывает, может, это громко сказано. Есть к чему двигаться, да, есть к чему стремиться. По каким направлениям вы бы подсказали, как представитель торговой сети? Я думаю, что если в производстве молока и молочной продукции, то это, скорее всего, десертная группа. Потому что она немножко уступает у нас производителям других областей и по цене, и по вкусовым качествам. Ну и, кроме того, вот рассольные сыры у нас не выпускают, наверное, как бы наша молочная отрасль. А что касается колбасных изделий, то тут немножко, наверное, все-таки не дорабатываем по сырокопченым и сыровяленым колбасам. Поскольку в других областях шагнули немножко дальше. Интересно, а чем отличаются взаимодействия местных представителей предприятий и коммерческих представителей зарубежных компаний с торговой организацией, с торговой сетью? Кто расторопнее? Ну, сегодня надо отдать должное нашей промышленности в Гомельской области, что мы с ними очень тесно работаем, и они повернулись к нам лицом. Поэтому это однозначно. Если раньше там таких встреч не наблюдалось, то сейчас мы просто присутствуем и на предприятии, и беседуем, проводим с ними беседы, и смотрим технологический процесс, изучаем производство некоторых новинок. Мы просто привозили торговые организации на наши предприятия, для того, чтобы в самом деле увидеть весь технологический процесс производства и ту работу, которая делается по продвижению продукции, и в конце концов посмотреть, попробовать даже просто новинки, те, которые, может быть, еще даже некоторые и не знают. Ведь работа по выстраиванию ассортимента, она в самом деле достаточно сложная. Количество тех предложений, которые поступают от производителей и нашей области, и из других территорий, и зарубежных, достаточно большое. И то, что импортеров касается, поэтому просто что-то упускается. Ну, а уже как эти методы продвижения, мы тоже понимаем. Поэтому дать возможность товару все-таки попасть покупателю, ну, это наша обязанность, мы это делаем. А вот еще один парадокс. С развитием сетевой торговли у наших покупателей стало меньше выбора. Это цитата из интервью кандидата экономических наук Андрея Бабовича. Андрей Павлович, поясните. Ну, здесь, конечно, необходимо дать пояснение. Имеется в виду в рамках одного формата конкретной торговой сети. То есть, если мы возьмем, например, сегодня формат такой, всем известный, как дискаунтер, то это выход на низкий ценовой сегмент, где люди в основном ориентируются только на цену, где преобладают собственные марки, в основном в ассортименте мало мировых брендов. И, тем не менее, объемы продаж достаточно высоки? Достаточно высоки. Мы должны понимать о том, что сегодня это сетевая торговля, а сетевая торговля в этих форматах жестко регламентирует ассортимент. И вы в каждом магазине этого формата увидите абсолютно одинаковый ассортимент по всей стране. Поэтому, если этих магазинов становится уже достаточно много, то, в принципе, покупатель, куда бы ни пришел, он все равно увидит только один и тот же ассортимент. И на это и направлен, в принципе, и закон о торговле, о том, чтобы не допустить доминирующего положения одной сети в розничном товарообороте. Повернулся наш разговор в интересное русло. Конкуренция наших производителей с зарубежными в наших же гиперсупермаркетах. Почему сетевикам не так выгодно продавать местную продукцию? Потому что они оставляют место на полке для своих брендов? А дело в том, что речь не идет о том, что местными или не местными. Они отжимают свою доходность, основная направленность получается, да, сетевой торговли. А чтобы выше держать доходность, им надо держать ниже цену на конкретный продукт. А условно говоря, мой производитель сегодня белорусский, который известен, он не будет производить товар низкого ценного сегмента и низкого качества, потому что он понимает, что тогда он себя дискредитирует. И его бренд не будет ничего стоить. А если это востребовано? Хоть, опять же, это тоже еще один парадокс темы, взятой сегодня. Мы требуем качества, но раскупаются как пирожки, то, что дешевле. То есть для каждого потребителя, то есть для каждой группы потребителей есть свой товар. Есть товар для потребителя, то есть дешевый. Он, скажем так, менее качественный, да, и низкого ценного сегмента. А есть товар более качественный, и он, естественно, и будет стоить дорого. И тот, кто дает приоритет все-таки качественной продукции, он будет покупать качественное. Он никогда не купит дешевую с полки. О том, что производителям в магазине манипулируют, написано, снято и рассказано достаточно много. Эту науку в Гомеле преподают? И не только эту. Дело в том, что ученые Белорусского торгово-экономического университета давным-давно уже работают по этому направлению. И ими написаны ряд учебных пособий, которые не имеют аналогов Республики Беларусь. Это, прежде всего, и инновации в торговле, и поведение потребителей, и управление продажами. Где ключевое в управлении продажами – это как раз-таки вопросы нейромаркетинга и мерчендайзинга. Это как раз-таки и дает ответы на то, как сегодня строят всю свою политику торговые сети для того, чтобы покупатель без активного вмешательства персонала сам выбирал товар. То есть создать ему такие условия, при которых он не будет задумываться о том, что этот товар ему надо, он будет его приобретать. Так как основное решение покупатель в 90% случаев принимает о покупке внутри самого магазина. Хорошо. Наука эта развивается в том числе и в Гомеле. А вот насколько она воплощается в жизни, как по-вашему? Вы как преподаватель какую оценку поставите? Ну, я думаю, что если оценивать сегодня сетевую торговлю, то с этим мы видим явные, как положительные, ярко выраженные положительные моменты воздействия на потребителя, с активной рекламой, с активными призами и так далее. И есть, соответственно, можно сказать, никакой активной политики, примеры по магазинам. Поэтому в среднем можно оценить по пятибалльной системе где-то на троечку. То есть, другими словами, наши производители менее расторопны, и именно поэтому они не на таких выгодных позициях в наших же магазинах? Ну, тут вопрос спорный. Я хотел бы вернуться к частным маркам. Мы начали работать активно с частными марками по молочным продуктам, с зарубежными частными марками, и марками сетей, марками серьезных очень дистрибьюторских компаний. Этот опыт помог нам очень серьезно для наших заводов. Это очень положительный опыт. Второй опыт, который Андрей Васильевич указывал, что сеть... Ну, у нас немножко разные продукты. Дело в том, что молочные, мясные продукты, они делаются якорными, на которые потом нанизывается уже все остальное. Все, что не надо нам с вами, а надо продать сети. Вот мы, это тот крючок, на который цепляет недорогое, качественное, традиционный продукт, за которым идет все остальное. Поэтому вот я бы хотел разделить это. Ну, частные марки – это неизбежность. В Российской Федерации за пять лет доля частных марок молочной продукции выросла практически наполовину, с 10 до 17 процентов, даже больше. Эти частные марки, они и более расторопные? Вы к этому? Нет, у нас, как у производителей, есть, с одной стороны, достаточно серьезный плюс. У нас гарантированный объем, которому мы не прикладываем ни одного инструмента, ни маркетинга, никакого вообще. Так, а может быть, пора прикладывать эти инструменты для того, чтобы продукция в Бомирской области была на самом видном месте в наших же магазинах? Андрей Васильевич. Ну, дело в том, что мы и развиваемся. Ну, тут правильно было сказано. Сегодня, собственно, торговая марка какого-то торгового сетевика, да, она сегодня забирает вот мою полку. И сегодня... В нашем же магазине, который здесь в Бомирской области положен. И получается, я теряю свой объем. С одной стороны, да, правильно вот Андрей Васильевич сказал, что сегодня надо четко разделить. Есть товары первой необходимости. К ним относятся и мясо, и молоко, и хлеб, понятно, да? Понятно, что молоко, может быть, и не надо рекламировать, хотя его рекламируют в Треб-бенде. Конфеты с шоколадом, консервная продукция, она менее, скажем так, востребована по сравнению с товарами мясомолочной компании. Но что происходит? Сегодня мы понимаем, почему мы в том числе работаем с сетевыми компаниями, как отечественными, так и зарубежными, для создания под их брендом продукта. Потому что если мы сегодня не произведем этот товар, то его заведут по импорту. Иногда, как мне кажется, многие предприятия живут по принципу, вот я делаю хорошую продукцию и буду ждать, пока покупатель перейдет сам ко мне и попросит. Но такого уже не будет. Скорее всего, придет банкир за своими деньгами и заберет все, что осталось у того предприятия. Давайте немножко, наверное, да, то, что вот это обсуждали сейчас, просто попробую объяснить именно с позиции торговли. Поскольку, когда мы смотрим со стороны, с позиции производителя, это одни интересы, поскольку мы не забываем, первый интерес – это все-таки заработать деньги. Поэтому производитель выстраивает свою политику так, как максимально дешево произвести максимально массовый продукт, на котором иметь максимальную маржинальность. Торговля работает точно по такому же принципу. То есть то, что мы говорили о том, что да, как применяется, это вот вроде как мы обманываем, на самом деле это всего лишь способы продвижения. И зачастую, если не работает производитель, то, что мы говорим, должна быть активная реклама, качественный продукт и так далее, то должна доработать торговля, должна доработать торговая сеть, которая выбирает какой-то продукт и продвигает. И при этом нельзя однозначно сказать о том, что те способы, приемы, которые очень активно, хорошо работают на потребителя здесь, именно у нас, например, в Гомеле, в крупных районных центрах, на селе этого нет. На селе потребитель не избалован этими приемами, мерчендайзингами и так далее. Это пока крупные торговые сети добрались уже и до районных центров. Ну, до районных центров, но мы забываем о том, что есть еще крупные населенные пункты, где и две тысячи, и тысячи жителей, и неплохие доходы есть у населения, они имеют возможность приобретать, выбирать продукт, но они не получают, наверное, такой вот этой активной маркетинговой продвижения, именно то, что мерчендайзные приемы, которые используют торговые сети. Здесь несколько другое. Здесь уже потребители голосуют рублем за качество продукции. И все прекрасно понимают о том, что, и производители это тоже чувствуют, что можно иметь очень широкую линейку продукции, и потребителю она нужна. Для нас это, ну, как такая природная наша необходимость иметь большой выбор. Но покупаем мы традиционно одну и ту же продукцию. Только вот вопрос в том, кто производитель этой продукции. Андрей Павлович, так и все же, зарубежные производители, они более сегодня расторопные. Они, как мне кажется, готовы и полку креативную изготовить, и передать торговой сети, которая не прочь ее взять. И рекламную игру проведут, да, сделают это так, чтобы потребитель ушел с ощущением того, что купил много и задаром. Ну, дело в том, что, естественно, мы еще этому только учимся. И учатся и торговли, и производители в том числе, всем этим приемам. Западные производители давно уже впереди, они понимают, как продвигать свою продукцию. И если ты не будешь ее отслеживать, реализацию сам, в конкретном магазине, и не заботиться о том, как она там представлена, они понимают, что она не будет продаваться. То есть не магазин сегодня только занимается продажей, занимается еще и сам производитель. Поэтому они беспокоятся и о своем холодильном оборудовании, и о полках в магазинах, и сами же за свой счет это и приобретают для розничной торговли. А вот и еще один интересный парадокс в тему разговора. Вообще программу, по сути, построили на парадоксах, в том числе нашего менталитета. Как мне кажется, у покупателя сложился тот самый стереотип. Название иностранное, упаковка яркая, надо брать. Ну, я думаю, что это стереотип уже, наверное, немножко из прошлого. Дело в том, что сегодня покупателям, прежде всего, смотрят на соотношение качества-цены. Хотя, если мы говорим сегодня про детей, то здесь работает именно яркая и красочная упаковка. А как насчет иностранных слов в названиях? Я смотрю, что и местные производители взяли на вооружение. Да, это, опять же, признаки развития общества, открытости информационного, компьютеризации молодежи, где принято употреблять некоторые слова англоязычные. И производитель понимает, что если он ставит какое-то слово англоязычное... Это больше относится все-таки к нишевым продуктам, таким, которые идут более современным, каким-то более подверженным времени. То есть иностранное название не всегда гарантия того, что покупатель выберет именно этот товар? Если мы вот обсуждали до передачи достаточно громко, что определенный вид продукции, который мы всегда едим, он будет называться, как мы привыкли. Для какой-то новинки это уже возможно. Возможно, это будет использование иноязычных слов. Но я хотел добавить, что мудрый потребитель сегодня, а потребители у нас реально мудрые, это тот, кто в цепочке последний тратит деньги. Поэтому мы с торговлей и с наукой мы всегда идем рядышком и спрашиваем, ну как тебе, хорошо, ну потрать еще немножко. То есть ради потребителя готовы и переименовать? Так мы же с вами сами потребители, правильно? Мы же тоже идем в магазин и тратим эту денежку. Что ж, предлагаю более детально разобраться в тонкостях покупательского мышления. Я приглашаю в студию еще одного эксперта, нашего постоянного гостя, психолога Евгению Башкинцеву. Евгения Семеновна, здравствуйте, рад видеть. Подключайтесь к разговору. Как вам алгоритм? Назови сникерс, успех гарантирован. Зачастую использование англоязычной речи на сегодняшний момент полезнее, чем поиск каких-то особенных местных слов. Хотя тут я тоже бы поспорила, потому что мода на кириллицу, мода на русские слова захватывает весь мир. И, наверное, слово «аленка» на этой знаменитой коробочке конфеты, на этой замечательной шоколадке, она становится мировым брендом зачастую, может быть, даже более популярным уже, чем сникерс. Евгения Семеновна, а вот местные примеры, которые опровергают мысль, которую я озвучил, есть? Наверное, есть. И один из этих примеров буквально в соседнем доме от студии «8». Это мясной магазин «Дары от Зари». И, несмотря на вроде бы такое простое название, местное население его уже сократило до одного слова. Магазин от Зари или Заря. Куда идем? В Зарю. За колбаской, за вкусным мясом, за свежими яблочками, которые, кстати, стоят гораздо дешевле, чем польские. И народу всегда в этих магазинах очень много. И, несмотря на то, что на полках этих магазинов тоже есть разные товары разных производителей. Но покупатели, я вот тоже местный житель, тоже потребитель, они очень часто задают одни и те же вопросы. И молодые, и пожилые. Это наши или не наши? И тогда берут. И тогда берут, если получают наши. И самое интересное, что рекламы-то этого производителя не на телеэкранах, ни на радио, нет. Так в чем же секрет? В чем секрет? Наверное, в некотором скептицизме и в некоторой такой особенности ментальности полейского белоруса, который любит пощупать все сам, который не очень доверяет чуждому, который хочет, чтобы со своего огорода, со своей грядочки, из Турова была кукурузка, да, или горошек, из Турова, местный. Это свое. Снова возвращаемся к тому, что белорусское отечественное равно качественное. И все же, как по-вашему, что мешает нам более эффективно продвигать свои бренды, свои производства? Может быть, та самая белорусская скромность? Наверное, не скромность. Наверное, белорусское стремление сождать. Вот давайте сождем. А там посмотрим, как оно уляжется, как оно устаканится, как оно устоится. То есть расторопней производителем местным пора бы уже стать? Да, да. Немножечко надо ускорение. Немножечко нужно понимать, что и торговля, и производство продуктов питания имеют те же временные границы, те же графики, как и работа в огороде, как и дойка той же самой коровы. И последнее. Сегодня достаточно много мы говорили о том, что покупатель требует качества, но в то же время мы очень бы хотели видеть этот продукт еще и гипердешевым, а лучше бесплатным. Хорошее такое себе желание, да? Да, да. Вообще, любовь к халяве, она неистребима. И что самое поразительное, она космополитична, она всемирна. Ну, халява очень дорого стоит. И я хочу, несмотря на то, что мы сегодня говорим о гомельском, о белорусском, все-таки английскую поговорку сказать. Мы не настолько богаты и не настолько огромна наша страна, чтобы покупать дешевые вещи. Спасибо. Андрей Васильевич, а вот действительно, мы говорим, что хотим есть качественный шоколад, но зачастую продажи подтверждают и показывают именно это, зачастую тянемся за плиткой, которая стоит меньше рубля. Ну, есть такой фактор, да. Но я бы хотел сказать, что отметить все-таки действительно менталитет и нашего населения, и сказать ему спасибо, оно нам доверяет стабильно, причем доверяет нашему качеству. И это уже традиционно сложилось годами. И, соответственно, даже имея на полке продукт более, как говорится, дешевый, менее качественный, он все равно не заместит традиционно нашу, как говорили, да, Аленку, которая лежит на полке. То есть она как продалась, так и будет продаваться. То есть белорусский потребитель, он такой консерватор. Да, есть немножко такое. Радевич Марк, и, на мой взгляд, все-таки нашей продукции не хватает продвижения, то есть рекламы, именно вот как зарубежный товар. Они делают все резко, то есть... Производители ссылаются на то, что это огромные расходы. Но они могут себе это позволить, но и мы должны к этому стремиться, потому что, несмотря на хорошее качество товара, конкуренцию выиграть, именно надо рекламой, потому что завлекать покупателей. И напоследок еще мнение гомельчан. Что для вас важнее, цена, качество или упаковка? И именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Что для вас важнее, упаковка, цена, либо качество товара? То есть на что вы прежде всего обратитесь? Соотношение цены и качества. В первую очередь качество. Для меня главное это качество. То есть я много пробую производителей нашей республики, и именно качество Гомельской области намного лучше, чем Минска, Брестка и остальных областей. Наверное, качество в первую очередь, потому что состав я проверяю. Ну, упаковка тоже важна. Для меня скорее важно, важно можно так говорить, да? Соотношение цена-качество. Все-таки хочется купить как студенту что-то недорогое, но при этом качественное и вкусное. Все-таки, когда все попробуешь, покупаешь то, что именно нравится по вкусу. А не та, у которого упаковка лучше, либо же та, у которого марка. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Потребителя можно обмануть. Но, Александр Иосифович, думаю, один раз, правда? Да. Да, ну вот это как раз и подытоживает то, что я и говорил. О том, что может быть большой выбор, но покупатель определяет для себя и покупает, как правило, одни и те же номинования продукции, которые потом и становятся приоритетом и для производителя, поскольку только торговые сети, торговые организации заказывают производителям именно эту продукцию, которую у большинства покупателей пользуются спросом. И вот здесь мы как раз и видим тот баланс рынка, спрос и предложения. Другими словами, нам есть к чему стремиться, учитывая, что качество белорусских товаров на высоком уровне, я так надеюсь, что к успеху мы должны прийти достаточно быстро. Мы обращали на успех. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова